Старина острова Британии. Видение Максона Вледига. Максон Вледиг был императором в Риме, и был он благороднейшим и мудрейшим из мужей, и правил лучше всех императоров, вживших до него. Однажды он созвал королей и придворных, и молвил им, своим любимцам. Я хочу, сказал он, выехать завтра на охоту. И утром следующего дня он со своими спутниками отправился в путь, и они достигли долины реки, что протекало неподалеку от Рима, и они охотились там до полудня. С ним были тогда тридцать два короля со своими людьми, и всех их император призвал не просто, чтобы насладиться охотой, но чтобы оказать им честь. И солнце высоко поднялось у них над головами, поля их жаром. И солнц морил его, и тогда пажи из его свиты заслонили его от солнечных лучей щитами. Они сомкнули над его головой свои золоченые щиты, и Максин уснул. И ему приснился сон. Вот что ему снилось, что шел он долиной реки к ее истокам, направляясь к высочайшей вершине мира. И ему казалось, что эта вершина касается неба. И поднявшись на нее, он увидел по другую сторону прекраснейшие богатейшие земли, о которых он не знал ранее. И перед ним предстала могучая река, текущая от вершины к морю, и он двинулся к ее устью. После долгого пути он достиг устья этой реки. И увидел там крепость, окруженную стеной, с мощными башнями разных цветов. И он увидел флот, стоящий в устье реки. И был это самый большой флот из всех виденных им. И еще он увидел корабль во главе флота, величайший и красивейший из всех виденных им кораблей. И палуба корабля была наполовину из золота, наполовину же из серебра. И от корабля на берег перекинуты были мостки из моржовой кости. И ему захотелось пройти на корабль по этим мосткам. И едва он сделал это, корабль поднял паруса и отплыл в открытое море. И вот он увидел, что приближается к прекраснейшему в мире острову. И он проплыл рядом с ним до крайних его пределов. И увидел там долины и холмы, и высокие горы, и цветущие плодородные земли, каких он никогда еще не видел. И после он заметил в море другой остров, еще больший, на котором равнины были шире морей, а горы обширнее лесов. И у подожья гор он увидел реку, текущую через эту страну к морю. И возле устья реки стояла могучая и величественная крепость, и ворота ее были открыты. И он вошел в крепость и увидел там обширный зал. Потолок, в котором казался сделанным из чистого золота. Стены были из полированного камня, а двери из красного золота. И в зале он увидел ложа из золота и столы из серебра. И на одном ложе сидели двое рыжеволосых мушей, играющих в шахматы. И шахматная доска была сделана из серебра, фигуры же на ней из красного золота. Одеты были те мужи в парчевое платье, и на голове их были обручи из красного золота, усыпанные самоцветами, красными и белыми камнями, алмазами и рубинами. На ногах у них были надеты туфли из коралловой, из кордовской кожи, с полосками красного золота. И возле одной из колонн в этом зале он увидел седовласого старца, сидящего в кресле из слоновой кости с ручками в виде двух орлов, сделанных из красного золота. На руках у него были золотые браслеты, а на пальцах множество золотых колец. На шее надета золотая гривна, а волосы поддерживал золотой обруч. Поистине величественным был его вид. В руке он держал золотую пластину, из которой вырезал шахматные фигуры. И напротив его в кресле из красного золота сидело дело. Легче было смотреть на яркое солнце, чем на нее. Так она была прекрасна. И на ней было платье из белого сатина с украшениями из красного золота. А поверх него плащ из золоченой парчи. Волосы ее поддерживал обруч из красного золота, с красными и белыми самоцветами и с жемчугами. А вокруг талии обвивался пояс из красного золота. Прекраснейшим зрелищем она была для мужского взора. И дева, увидев его, встала со своего кресла. И он обнял ее за плечи. И они вдвоем сели в кресло и поместились в нем, не хуже, чем она одна. Но лишь только он обнял деву и приплизил свои губы к ее губам, как от лая собак и рожание коней и звона щитов наступило пробуждение. И, проснувшись, император не знал ни сна, ни покоя из-за девы, виденной им во сне. Не было части в его теле, до самых кончиков ногтей, которая не была бы охвачена к ней любовью. Тут один из его спутников обратился к нему. Государь, настало время обеда. Тогда в печали и раздумье сел на коня и направился в Рим он. И на все, что ему там говорили, он не мог ответить из-за великой печали. И так прошла целая неделя, когда его придворные отправились пировать и веселиться, и кататься на золотых лодках, он не шел с ними. И когда они отправились слушать песни и сказания, он не сопровождал их, и хотелось ему только спать, поскольку он надеялся во сне снова увидеть ту, кого полюбил. А когда он не спал, тот тщетно мучился, не зная, как отыскать ее. И однажды сказал ему его паш, который хоть и звался пажом, был королем среди римлян. «О, государь, твои слуги недовольны тобой». «Почему же?» Спросил император. «Да потому что уже неделю твои советники и все прочие не слышат от тебя повелений, которые должны получать подданные от своего государя. Это и есть причина их недовольства». «Ах, юноша», — ответил император, — «пусть придут ко мне мудрейшие со всего Рима, и я поведаю им причину своей печали». И пришли к нему мудрейшие люди Рима, и он сказал им, «О, мудрецы Рима, мне приснился сон, и в этом сне я увидел деву. Из-за нее мне не милы теперь ни жизнь, ни корона». «О, государь», — сказали они ему, «раз уж ты призвал нас к себе, выслушай наш совет». «Разошли за три года гонцов в три стороны света на поиски этой девы, и пока ты не получишь от них везти, пусть надежда питает твое сердце». И гонцы отправились в один конец света, чтобы отыскать деву из сна, но вернувшись через год, они не знали ни словом больше, чем в первый день. И император опечалился, думая, что никогда ничего не узнают о той, кого любит. И затем другие гонцы отправились в другой конец света, и они вернулись через год. Также не знали ни слова больше, чем в первый день, и император опечалился еще сильнее. И тогда король Римлян сказал императору, «О, государь, отправляйся на охоту туда, где был в прошлый раз, где был в прошлый раз, не отклоняясь ни на запад, ни на восток». И император отправился в путь. И достиг берега реки, где ему приснился сон. И сказал, «Вот здесь я видел сон, и я шел к истокам этой реки». И тринадцать посланцев императора поехали в этом направлении. Мы увидели там высочайшую вершину, которая, как им показалось, достигла неба. А к надежде каждого был прикреплен знак посланца, чтобы избавить их от опасностей в чужих и враждебных странах. И когда они поднялись на вершину, то увидели за ней обширные земли и могучую реку, текущую к морю. И они сказали, «Вот земля, которую видел наш государь». И они направились к устью реки и увидели там крепость, окруженную стеной с мощными башнями разных цветов. В устье реки стоял флот и корабль во главе его. И тогда они сказали, «И это наш государь видел во сне». И они взошли на корабль и пустились в плавание и достигли острова Британии. И плыли вдоль него до берегов Эририи. И тогда они сказали, «Вот цветущая земля, которую видел наш государь». И они поплыли дальше, пока не увидели перед собой остров Мона и Арфон. И тут они сказали, «Вот остров, что наш государь видел во сне». И они вошли в устье сейнта, где стояла крепость, и увидели, что ее ворота открыты, и вошли внутрь. Там перед ними пристал обширный зал. Вот сказали, «Зал, который наш государь видел во сне». Они вошли в зал и увидели двух мужей, играющих в шахматы на золотом ложе. И увидели седовласого старца в кресле из слоновой кости, вырезающего из золотой пластиньей шахматные фигуры. И увидели деву, сидящую в кресле из красного золота. И посланцы склонились к ее ногам и сказали ей, «О, императрица Рима, приветствуем тебя». «Друзья мои», — сказала им дева, — «Я вижу у вас знаки посланцев. Что за шутку решили вы сыграть со мной?» «Мы не шутим, госпожа. Император Рима увидел тебя во сне и потерял из-за тебя покой. Поэтому ответь нам, отправишься ли ты с нами в Рим, чтобы сделаться императрицей? Или ты желаешь, чтобы император сам явился сюда и взял тебя в жены?» «Друзья мои», — ответила дева, — «Я верю тому, что вы говорите, но если император действительно любит меня, пусть он приедет сюда и возьмет меня в жены». В день и ночь посланцы скакали назад, меняя по пути загнанных коней на свежих. Когда они прибыли в Рим, то явились к императору и рассказали ему обо всем, что видели. И они сказали ему, «Государь, мы проведем тебя по морю и по суше до места, где живет та, кого ты любишь, и скажем тебе и ее имя, и родство, и положение». Император немедля собрал войско и отправился в поход. А эти люди вели его, и они достигли острова Британии. Переплыв в море и в сражении, отвоевали этот остров у Белли, сына Манугана и его сыновей, и прогнали их за море. И император направился в Орвон и узнал там место, которое он видел во сне. И когда он видел крепость Абер-Сейнт, то сказал, «Друзья мои, в этой крепости я встретил свою любовь». И он вошел в ворота и увидел зал. И там играли шахматы, Кенам и Адеон, сыновья Эудафа, сына Карадауга. И он увидел самого Эудафа, сидящего в кресле из слоновой кости и вырезающего шахматные фигуры. И увидел деву из своего сна, которая сидела в кресле из красного золота. «О, императрица Рима!» Сказал он, «Приветствую тебя!» И он обнял ее. И в ту же ночь она стала его женой. И на следующий день императрица потребовала выкуп за свое детство. За свое девство. И он предложил ей назначить любой выкуп. И она попросила для своего отца остров Британии от Варруда до Ирландского моря и три прилегающих острова, а для себя три мощные крепости в тех местах острова Британии, что она выберет сама. И самая могучая крепость для нее была выстроена в Варфоне. И там размещались римские войны, охраняющие сон и покой императора. Две другие крепости, выстроенные для нее, стояли в Каер-Леоне и Каер-Фирдин. И однажды император выехал на охоту из Каер-Фирдин и добрался до вершины Фрэнни-Фаур, где раскинул шатер. С тех пор это место зовется Каер-Максэн, а Каер-Фирдин назван так потому, что его строило множество людей. Кроме того, Элен попросила проложить для нее дороги от одной крепости к другой. И это было сделано. И до сих пор эти дороги зовутся Элен Лидауг, ибо она была родом из этой страны, и благодаря ей возникли эти дороги. Семь лет прожил император на острове Британии. А в то время у людей Рима был обычай, если император пробудет в другой стране более семи лет, то он должен остаться там и не возвращаться в Рим. И потому они избрали себе другого императора, и он послал Максэну письмо, полное угроз. Он грозил ему смертью, если тот вернется в Рим. Это письмо нашло Максэна в Каер-Леоне, и он тут же послал ответ человеку, объявившему себя императором в Риме. И в этом письме он написал, что скоро вернется в Рим и предаст его смерти. Вслед за этим Максэн со своим войском двинулся на Рим и завоевал Францию, Бургундию и все страны до самого Рима и осадил город Рим. Целый год длилась осада, но победа казалась не ближе, чем в первый день. Тогда на помощь ему отправились братья Элен с острова Британии с громадным войском, в котором было вдвое больше воинов, чем людей во всем Риме. Императору доложили, что рядом с его войском встало лагеря в другое и что никто еще не видел войска более многочисленного и лучше вооруженного. И Элен вышла посмотреть на это войско и увидела знания на своих братьях. После этого Кенан и Адеон, сыновья Эудафа, пришли к императору и он был рад их видеть. И они пошли к осажденному городу и Кенан сказал брату, мы можем взять его хитростью. И ночью они тайком измерили высоту стен и послали плотников в лес и изготовили лестницы для каждых четырех воинов. И когда все было готово, два императора, каждый в своем лагере, сели обедать, и пока они не встали из-за стола, бой не начался. Но люди Британии продолжали пир до утра и пили и веселились. Пока два императора пировали, бритые подобрались к стене, приставили к ней лестницы и взобрались на нее. Не успел новый император взяться за оружие, как они ворвались и убили его, а с ним еще многих. Три дня, три ночи они бились с жителями города, пока не одолели их. И Максон сказал Эленд, я очень удивлен, госпожа, сказал он, что твои братья не спешат вернуть мне власть над городом. Государь-император, сказала она, мои братья только что одолели твоих врагов, попроси их вернуть тебе город, и они не замедлят это сделать. Вслед за этим император и Эленд приблизили к стенам города, и братья сказали им, что люди Британии взяли город и вручают его законному повелителю, и люди Рима принесли ему клятву верности. Тогда император сказал Кенану и Адеону, друзья мои, я обязан вам властью и жизнью я отдаю вам все это войско, чтобы вы завоевали с ним ту часть мира, какую захотите. И они отправились в путь и завоевывали земли и замки и укрепленные города. Там они убивали всех мужчин, а женщин оставляли в живых. И так продолжалось до тех пор, пока юноши, отправившиеся с ними в поход, не посидели в сражении. И тогда Кенан спросил Адеона, своего брата, чего же ты желаешь, спросил он, остаться в этой стране или вернуться на родину. И тот решил вернуться на родину, и многие пошли с ним, а Кенан, с прочим, остался в той стране и жил там. И они решили отрезать языки женщинам, дабы те не испортили их наречия. С тех пор люди Бреттани зовутся Ледау из-за молчаливости и женщин. И те, кто живет в Бреттани, до сих пор говорят на их языке. И эта история называется «Видение Максона в Ледига императора Рима. Не таков ее конец».